Всем в тренде! Наконец-то мы дождались этого момента. Тот самый альбом, над которым работал только Экс и был задуман именно таким, какой он есть. Ну, почти таким. Наконец-то вышел. Поэтому давайте разберем его и узнаем, о чем он считал и что хотел донести этим альбомам. Но, есть одно но. Слышно, что релиз дропнули ради коммерции, потому что много песен недоделанных и звучат как демо, либо собранные по пазлам. Нету фита со Скарлордом и есть фит с Канни Вестом. Камон, серьезно, Канье, который в этом году решил на максимум ловить хайп, влетая на фиты ко всем молодым рэперам? Серьезно, я люблю Канни, но мне кажется, это уже бизнес, а не музыка. Но при этом всем альбом мне все-таки понравился, поэтому не буду сильно затягивать и мы начинаем. Кстати, ребята, напишите в комментариях, кто из вас любит попускать дымок. Пусть это будут кальяны, либо сигареты. Мне просто интересно, кто из вас смог отказаться именно от сигарет. Например, я бросил недавно курить и хочу с вами поделиться этой радостью. А помогли мне с этим Боу Вейпинг. Во-первых, это вкусно. Здесь есть вкус мяты, фруктов и даже табака. Бо не сдает ужасный запах, а приятно пахнет. Не вредит окружающим и подарит тебе приятные ощущения. Никаких продуктов горения и никакой смолы. Все вкусно, приятно и самое главное, это отличный инструмент для замены вредных сигарет и кальянов. Кому интересно, ссылка будет в описании. Хочу сказать пару слов о названии и интро. Здесь, как и в альбоме 17, есть интро, где X нам говорит о причине написания данного релиза. Какая его цель и для кого предназначена эта музыка. Коротко говоря, переводится это так. Привет, вы пришли сюда в поисках выхода, да? У вас есть необходимость вдохновлять свою душу. Вы хотите исчезнуть в том месте, где вы бы могли почувствовать себя вне своей оболочки? Тогда добро пожаловать в мое сознание. То есть нам X опять говорит, что слушая этот альбом, вы в буквальном смысле переноситесь в его разум и в его сознание. Альбом поможет вам спрятаться от депрессии или просто уйти ненадолго из реальности, чтобы вы просто могли насладиться этой музыкой. Название альбома тоже очень интересное. Skins, что переводится как оболочка. Мол, альбом это скин, прослушивая который вы надеваете его на себя и чувствуете себя в шкуре самого исполнителя. Далее нас встречает трек под названием Ангел-Хранитель, где вместо минуса играет перевернутый бит из всем известной песни Джоселин Флорес. Но этот сэмпл используется здесь не зря, ведь песня опять-таки посвящена этой самой девушке, которая была близким другом X и покончила жизнь самоубийством из-за депрессии. В песне Ангел-Хранитель X говорит нам о том, что в любой момент можно потерять близких людей, но они всегда останутся в нашем сердце и разуме как Ангел-Хранитель. Но также в этой песне X винить себя за то, что не смог повлиять на ее состояние и допустил ее смерть, поэтому он посвятит свою жизнь написанию музыки, которая сможет помочь таким людям. Хочу также выделить как всегда креативный подход к песне, ведь она была записана на реверс бита Джоселин Флорес. Ну вот где вы еще могли такое слышать? Следующая композиция нагнетает очень жуткую атмосферу. Во-первых, это мелодия, резкая пианино, звуки поезда и грозы. Атмосфера минуса просто идеальная, ведь ты прям будто бы переносишься в ту историю про человека, который бросился под поезд и встретился лицом к лицу с таким персонажем, как смерть. И только тогда он понял, что жизнь стоит любить, что дорогие машины и цепи больше не имеют смысла. И все, чего ты хочешь в этот момент, это сбежать от смерти. Здесь куча отсылок, а песня написана от лица его второго эго, это Гекиум. Ведь все мы знаем, что раньше у него было много суицидальных мыслей, а Гекиум это новое его позитивное сознание, и оно любит жизнь. Следующий трек чем-то напоминает нам без прошлого альбома, именно из-за этих напевок. Минус здесь просто великолепен, видно действительно, что над продакшеном работал сам Экс, а песни поется о его тревожном прошлом и любви к семье. Песню беты разбирать не буду. Да, это хит и, наверное, самая хитовая песня из альбома. Мой перевод на данный трек можете посмотреть у меня на канале, либо по ссылке в описании. Короткие песни под гитару, куда же без этого. Если на прошлом альбоме была песня «Люби себя», здесь он уже поет про боль, которую пережил, и теперь пытается всеми возможными способами избежать ее. Далее идет непонятный коллаб Экса и Канье, что скорее всего является просто дописанной демкой. Что только уже не делают с демками Экса. Лил Вейн, Лил Памп, теперь еще Канье. Почему нету песни со Скаром, которая реально была бы фитом, а не дописанным материалом после смерти? Мне кажется, под эту песню лучше всего бы подошел Скарлорд. Далее опять интерлюдия под гитару, где Экс нам поет о любви на расстоянии. Что он готов для нее все делать и любить свою девушку, несмотря ни на что, даже на расстоянии. Далее опять-таки хитовая композиция, где Экс нам говорит, что стоит не опускать руки и никогда не сдаваться, ведь нам всегда есть для кого жить. Кстати, бит очень классный, но как говорит нам Дженниус, это не оригинальный инструментал и делал его не Экс. То есть в этой песне была замена оригинального минуса на этот. И последняя песня, опять-таки лирическая под гитару, где Экс нас спрашивает, чего ты боишься больше всего? Это любовь или трата времени? А возможно, любовь это и есть пустая трата времени. В целом, вот и весь разбор альбома. Возможно, я сделаю несколько переводов из альбома, пишите на какие песни вы хотите переводы. А также, напишите свое мнение о данном релизе. Ведь мое мнение такое. Это очень сырая работа. Я понимаю, что все песни недоделаны и, скорее всего, это были демки, чтобы прочувствовать мелодию. Но я не понимаю, что делает на альбоме Кани. Почему бы не пригласить артистов, с которыми общался Экс, и не дописать нормально эти песни? Но все же, если вникнуть в идею именно в текста, то альбом действительно хороший и очень атмосферный был бы, если он был бы доделан при жизни. Напишите в комментариях свою оценку и свое мнение об этом релизе. И не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал, если еще не подписан, чтобы всегда оставаться в тренде всех последних событий в мире музыки и YouTube. Субтитры создавал DimaTorzok